Аллилуйя! Аллилуйя! Наш Господь, всемогущий Бог! Аллилуйя! Аллилуйя! Наш Господь, всемогущий Бог! Аллилуйя! Святый, святый наш Господь, всемогущий! Достой на гнец, достой на гнец, ты святый, святый наш Господь, всемогущий! Достой на гнец, достой на гнец, аминь! Аллилуйя! Аллилуйя! Наш Господь, всемогущий Бог! Аллилуйя! Аллилуйя! Наш Господь, всемогущий! Аллилуйя! Святый, святый наш Господь, всемогущий! Достой на гнец, достой на гнец, ты святый, святый наш Господь, всемогущий! Достой на гнец, достой на гнец, ты святый, святый наш Господь, всемогущий! Достой на гнец, достой на гнец, ты святый, святый наш Господь, всемогущий! Достой на гнец, достой на гнец, ты святый, святый наш Господь, всемогущий! Достой на гнец, достой на гнец, ты святый, святый наш Господь, всемогущий! Достой на гнец, достой на гнец, достой на гнец, ты святый наш Господь, всемогущий! Достой на гнец, достой на гнец, ты святый наш Господь, всемогущий! Иисус Иисус Спаситель мира Ты воскрес Царь воскрес Ты победу отрешал В новой жизни нас призвал Ты воскрес Царь воскрес От успеха победил За меня ты кровь пролил Ты воскрес Царь воскрес Ты победу отрешал В новой жизни нас призвал Ты воскрес Царь воскрес От успеха победил За меня ты кровь пролил Ты воскрес Царь воскрес Царь воскрес Ты победу отрешал В новой жизни нас призвал Ты воскрес Царь воскрес Царь воскрес От успеха победил За меня ты кровь пролил Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Беспасённый в Тобой Льётся, как в веках До сих пор в небесах И нет дней конца Слава праве тому Слава праве тому На востоке земли На морских островах И от края земли Слышь на дверь Слава праве тому Слава праве тому Наша песня Посреди земли В тяжестве Твоём суть земли В этот день Начало всех начал Когда я встретил тебя И вызвал меня Билостью своей Беспасённый в Тобой Бьётся, как в реках До сих пор в небесах И нет дней конца Слава праве тому Слава праве тому Слава праве тому На востоке земли Наша песня Наша песня Посреди земли В тяжестве Твоём Сучит пес Слава праве тому В мире одна и знаменитая дверь На которой написано Его здесь нет Он воскрес И мы очевидцы Его спасения Его воскресения Иисус не умер Он живой И так же и мы Во Христе Иисусе Мы не умираем вечно Но мы встречаемся с Ним В воскресенье вечно Вдыхаясь легкие ты жизнь Сухие кости оживили Я знаю, ты живой Ты позвал меня в свой дом Моё сердце создал трон Я знаю, ты живой Слава живой Ты позвал меня в свой дом В моём сердце создал трон Я знаю, ты живой Я снова живой Я снова живой Я снова живой Пусть устаю всем Иисус живой Он живой Пусть устаю всем Иисус живой Он живой Иисус живой Иисус живой Иисус живой Иисус живой Кто когда-то был чужой Иисус живой Иисус живой Иисус живой Восклицаем в гробнице пустота, Мы восхищаем с Него любовь огромна. Восклицаем в гробнице пустота, Мы восхищаем с Него любовь огромна. Восклицаем в гробнице пустота, Мы восхищаем с Него любовь огромна. Пусть узнают все Иисус живой, Он живой, Он живой. Пусть устают все Иисус 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 живой, Он живой. Аллилуйя! Ну что, дорогие мои, торжествует народ Божий, Когда Христос воскрес! Аллилуйя! Аллилуйя! Мы торжествуем! Мы торжествуем! Мы радуемся о том, что весь мир узнал, Что такое небо, Кто такой Христос, Что такое сила Господня. Мы славим Господа Иисуса Христа Спасителя. Аллилуйя! Слава Богу! Аллилуйя! 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 Можно вот тот задний ряд ламп включить больших? Пожалуйста, включите, чтоб я видел ваши честные голубые глаза у всех. Да, и хочу еще раз посмотреть на вас всех с любовью и сказать, что человек немного что может, но Бог может все. И Господь живет в нас, Духом Святым. И поэтому мы любим друг друга, и поэтому мы ценим друг друга, и поэтому мы Церковь Христова, единое тело Господа нашего Иисуса Христа. В разной традиции, католической, православной, евангельской, мы с вами верим во Христа распятого, Христа воскресшего. Жив Господь Иисус Христос, Он воскрес, и тьма не удержала Его. Он имеет силу в Себе, силу воскресения. С тем самым мы поздравляем друг друга, благословляем друг друга, обнимаем друг друга, потому что воистину Христос воскрес. Поздравьте ближнего вашего, обнимите его, благословите его, прижмите его к себе. Скажите, Бог тебя возлюбил. Бог ценит тебя, любит тебя, благословляет тебя, потому что Он живой Господь. Я благодарю наше прославление. Давайте мы поприветствуем еще раз друг друга. Присаживайтесь. Пусть у нас будет атмосфера любви, принятости, атмосфера благодати Божьей, атмосфера Божьей жизни, атмосфера Божьей радости, потому что Христос воскрес. Аллилуйя! Слава Богу! Я благодарю Бога за каждого из вас, что в этот праздничный день вы выбрали быть в Доме Божьем. Что в этот праздничный день вы не осуетились, не остались спать, хотя все мы устаем. Но сегодня вы здесь, вы прославляете Иисуса Христа. Поверьте мне, Христос в это современное время такой же современный вместе с нами. Он вчера, сегодня, Он во веки тот же, но если бы Он родился, допустим, вот в это время, то Он бы говорил с нами на современном языке. Если бы Иисус что-то делал сегодня, то Он понимал бы, который, я думаю, в современных технологиях, но Он родился 2000 лет тому назад и Он в 33 года что-то сделал, сделал для каждого из нас. Вы такие счастливые и вы такие блаженные, что вы не живете в советское время сейчас, когда все запрещалось. А сегодня мы можем свободно говорить о торжестве Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа. Мы говорим сегодня открыто, мы настраиваем себя на праздник. Вы знаете, когда я был маленьким и приближался Новый год, я раньше ложился спать, чтобы быстрее прошла ночь и наступил следующий день и чтобы приблизился праздник. Вы знаете, надеюсь, что мы с вами не разучились праздновать. Надеюсь, что, несмотря ни на какие санкции и проблемы, которые есть сегодня в обществе, несмотря на наши болячки, мы все равно имеем торжество. И это в этом торжестве высокий пафос, пафос того, что Христос воскрес. Аллилуйя! Мы радуемся, мы утверждаем этот праздник, и мы носим его в своем сердце. Мы носители этого празднования, мы носители праздника святого, Спасителя нашего Иисуса Христа. В этом наше утешение, в этом наше благословение, и об этом мы сегодня поговорим. Мы приветствуем всех гостей нашей церкви. Если вы в нашей церкви первый раз, мы особо вас приветствуем, потому что для нас это очень дорого, для нас это очень важно. Мы представляем одну из ветвей христианской церкви, которая может быть не так много в Российской Федерации, потому что мы традиционная страна с православной культурой. Но, тем не менее, мы не менее любим Бога, чем все христиане на планете Земля. Мы верим во Христа распятого и Христа воскресшего. Мы верим, что Иисус пролил за нас драгоценную кровь. Мы верим, что Пасха наша – это не просто пустые слова. И когда люди говорят «Пасха», я не могу понять, о чем они говорят. Но когда люди говорят «Пасха», тогда мне понятно. Давайте говорить на русском языке. Давайте будем говорить о том, что Христос воскрес. Вы знаете, когда я вижу сегодня людей, которые идут по городу и поздравляют друг друга и говорят «Христос воскрес», я понимаю, что вся страна гудит этой жизнью Христовой. Люди готовят. Несмотря на то, что такая пасмурная погода, вы все сегодня встали рано утром, собрались, красиво оделись и пришли в Дом Божий для того, чтобы вместе порадоваться силе воскресения Христа. Вы знаете, как ни странно, Пасха… А давайте, прежде чем мы начнем говорить о Пасхе, я хочу просто поприветствовать одного молодого человека. Вот посмотрите, нас сегодня снимает камера. Улыбнитесь, вас скрывает скрытая камера. Вот молодой человек нас снимает. Вот с 20 по 20 марта в Москве прошел Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее». В составе команды от Тюменской области в форуме приняли участие ученик восьмого класса лицея. Поздравляем. Вот он стоит перед вами. Поздравляем его с победой. Поздравляем его с победой в номинации от студенческой организации «БЕСТ», а также с получением свидетельства кандидата, включенного в состав национальной делегации Российской Федерации, для участия в международной выставке «Экспонаука-2017» в Бразилии. Поздравляем. Вот такие таланты вырастают в церкви, и вот такие люди, действительно, они прославляют Бога, продвинутые, умные, способные, благословенные. И это действительно большой-большая такая радость, особенно в этот праздничный день. Так что ты скоро нам будешь роботов изобретать, больших, крутых. В церкви у нас роботы будут убираться, прибираться, все остальное. Я шучу. Итак, дорогие мои, мы возвращаемся к Пасхе. Для тех людей, кто не очень может быть книжный, не очень может быть посвященный во все эти вопросы, хочу сказать, что означает христианская Пасха. Еще раз говорю, когда я слышу слово «Пасха», я не понимаю. Я открываю Библию и вижу слово «Пасха», вот тогда я понимаю. И Пасха, вы знаете, люди по-разному воспринимают этот день, но самое главное, что у всех уже праздничное настроение. И люди, может быть, не всех смыслов глубоко понимают, но когда говорят «Христос воскрес», у всех людей прямо такая вот, я не знаю, замерить в этот момент давление, наверное, такое вот, подъем такой, да, радостный. Вы знаете, то, о чем мы сегодня хотим поговорить, мы хотим поговорить о смыслах Пасхи. Ну, во-первых, Пасха, как это ни странно, это все-таки в первую очередь еврейский праздник. Нравится кому-то это или нет, и я просто хочу сказать, что Пасха – слово пришло к нам издревле, тогда, когда еще Христос даже и не родился. Это на самом деле еврейский праздник, который пришел к нам именно таким словом «Пасха», который в переводе на русский язык значит «пройти мимо». Вы знаете, я когда прочитал внимательно, и действительно, я думаю, Господи, праздник, который называется пройти мимо, пройти мимо чего-то. Думаю, мимо чего же мы проходим в день Пасхи? И вот нам нужно с вами сегодня подумать. На самом деле, мы посмотрим в древность. Когда-то народ Израиля, о котором написано в Ветхом Завете, первой большой книге Библии, сказано, что народ Божий, народ избранный, пришел жить в Египет, и со временем они стали рабами у фараона, и их размножилось великое множество людей, но они были рабами. И вот Бог поднимает пророка Моисея, подготовив его заранее, направляет евреям сказать фараону, чтобы евреев отпустили. Представьте себе, фараон Рамзес восседает на своем троне, у него работают тысячи, сотни тысяч рабов, и вдруг приходит Моисей и говорит, теперь я имею слово от Бога к тебе, фараон, отпусти, народ мой, говорит Господь, дай свободу. И вы знаете, гордость фараона, но он же был фараон, великая империя была в период фараонов, египетская империя, и фараон говорит, не отпущу, гордыня фараона не позволила прислушаться к слову великого Творца. Послушайте, может быть, мы похожи иногда на того фараона, может быть, правители мира сего сильные. Как тот фараон не покоряются пред Богом, тогда Бог создает десять наказаний. Он предупреждает об этом фараона. Скажи фараону, что вы будете наказаны. Вы знаете, когда приходят суды Божьи, люди не очень-то в это верят. Как было с Ноевым ковчегом, когда было сказано, люди, мы строим ковчег, чтобы спастись, люди насмехались, гордость им не позволяла. Они думали, что они господа, господа этой жизни. Как время показывает, что в какие-то периоды жизни мы не очень-то господа нашей жизни. Вдруг приходит болезнь, и мы уже не господа. Мы уже думаем только о нашем здоровье. Вдруг приходят потрясения в семье, и мы уже не господа. А в какой-то момент времени было так все красиво. И, казалось бы, всегда будет все стабильно, и всегда будет великолепно. Вот у нас семья, вот у нас дети. Зачем нам думать о себе? И вы знаете, есть две категории людей... Что за звуки у нас такие? Есть две категории людей... Это дети празднуют Пасху? У них уже Христос воскрес уже. У них уже воскрес Христос, да. Я чувствую пригласие труп архангелов, да. Тут как бы что-то не началось другое вообще уже, помимо Пасхи. Есть две категории людей. Первая категория людей – это которые ищут в Боге чудес, исцелений, благословений, даяний, духовных переживаний, духовной силы, Божьего присутствия. Вы знаете, это хорошо, но без того, чтобы задуматься о своем характере, о внутреннем состоянии, это превращается в пустое. Есть вторая категория, которые только и думают, какой я человек, наверное, я плохой человек, у меня столько несовершенного. И они совершенно не думают о Божьей благодати и дарах Божьих. Я думаю, что нам нужно соединить эти две категории, когда мы ходим в Божьем присутствии и Божьей силе, через которое наш характер шлифуется, изменяется, и мы преобразуемся в образ Иисуса Христа. Так вот, фараон не захотел даже задуматься о том, что происходит. Он был горд, он был царь, он был император, он был господин жизни. И вы знаете, десять казней, они были очень суровые, понарастающие. В конце концов, и в исходе с 5 по 12 главе об этом написано. Если у вас дома есть Библия, вы никогда об этом не читали, прочитайте книгу Исход с 5 по 12 главу. Очень интересно, что происходило с Египтом. Вы знаете, но последняя капля была в следующем. Последнее наказание, о которое опять Моисей предупреждал, было очень страшным. И оно звучит так. Исход, Рома, пожалуйста, показывай. Исход 11 глава с 1 стиха, я буду читать. «И сказал Господь Моисей, еще одну казнь я наведу на фараона и на египтян. После того он отпустит вас отсюда. И сказал Моисей, так говорит Господь, в полночь я пройду посреди Египта, и умрет всякий первенец земли египетской, от первенца фараона, который сидит на престоле своем, до первенца рабыни, которая при жерновах. И все первородное от скота, и будет вопль великий по всей земле египетской, какого не бывало и какого не будет боли у всех же сынов Израилевых. «У всех же сынов Израилевых ни на человека, ни на скот не пошевелит пес языком своим, дабы вы знали, какое различие делает Господь между египтянами и израильтянами. И придут все рабы твои сии ко мне и поклонятся мне, говоря, «Выйди ты и весь народ, которым ты предводительствуешь, после сего я и выйду». И вышел Моисей от фараона с гневом». Вот что происходило. Последняя казнь означала, что если сердце фараона никак не могло смириться... Вы знаете, у нас в истории последнего столетия был один человек очень известный, звали его Стив Джобс. Он был очень способный, очень прекрасный ученый, техник, который создал замечательные технологические устройства. Но внутри он был бунтарь. Этого бунта хватало на то, чтобы продвинуться в технологиях, но мы не можем бунтовать с Богом. И когда у него 10 лет до его смерти, за 10 лет сказали, что у него онкология и нужно лечить, он сказал, «У меня все будет хорошо». И вот его уже похоронили. Одно дело – мы можем в достижении целей быть упорными, а другое дело – когда мы ожесточаем сердце перед Творцом. Мы не можем быть настолько самоуверенными, что бросить вызов самой жизни и самой смерти. Это мог сделать только Господь Иисус Христос. И вот когда Моисей пришел к фараону и сказал, «Вы знаете, погибнут все первенцы, если вы не отпустите народ мой». Народ на свободу. Но фараон ожесточил сердце свое. И что произошло ночью? Давайте мы с вами посмотрим. Я хочу прочитать. «И сказал Господь Моисею» – исход 12 глава. «И сказал Господь Моисею Иорону в земле египетской, «Говори, месяц сей да будет у вас начало месяцев, первый да будет он у вас между месяцами года. Скажи всему обществу Израилю в десятый день сего месяца. Пусть возьмут себе каждый одного ягненка по семействам, по ягненку на семейство. А если семейство так мало, что не съест ягненка, то пусть возьмет соседом своим, ближайшим к дому своему по числу душ, по той мере, сколько каждый съест. Расчислитесь на ягненка. Агнец или ягненок, у вас должен быть без порока, мужского пола, однолетний. Возьмите его от овец или коз, и пусть он хранится у вас до 14-го дня этого месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером, и пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладинах дверей в домах, где будут есть его. Пусть едят мясо его всю самую ночь, испеченное на огне с пресным хлебом и горькими травами. Пусть едят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде. Не ешьте испеченного на огне голову с ногами и внутренностями. Не оставляйте от него до утра. Но оставшиеся от него до утра сожгите на огне. Ешьте же его так, пусть будут чресла ваши припоясаны. Пусть обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших. И ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. Еще раз. Это Пасха Господня. Перевод слова Пасха на русский язык значит пройти мимо. Читаем дальше, чтобы понять. А я всю сию самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской. От человека до скота и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь и будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь и увижу кровь и пройду мимо вас. Пасха переводится пройду мимо, пройти мимо. Суть Пасхи. Смерть прошла мимо еврейского народа, потому что кровью ягненка были помазаны косяки дверей. Итак, Пасха пройти. Смерть пройдет мимо вас. Сегодня во Христе Иисусе смерть прошла мимо нас. И мы об этом поговорим позже. И не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. И да будет вам день сей памятен. И празднуйте вонный праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное празднуйте. Когда с утра Египет проснулся, был великий вопли плач. Из-за жестокого сердца одного фараона, в том числе и у фараона, погиб первенец. Погибли все первенцы. Но Пасха, то есть что-то прошло мимо. Пришло спасение, а смерть прошла мимо. Итак, суть Пасхи – это свобода, это освобождение от смерти, это торжество жизни над смертью. Итак, у древних евреев Пасха – это все. И Пасху, как говорят евреи, мы проживаем каждый день. Мы проживаем свободу, мы проживаем радость, мы проживаем милость Божью, мы проживаем любовь Божью. Вот это Пасха Господня. Мы находимся в милости, а смерть прошла мимо нас. Слава Богу! Вы знаете, но когда мы сегодня, живя в России, разные народы, говорим, ну ладно, у евреев была Пасха, да? Песах на иврите звучит, Песах. Ладно, у них была Пасха, а мы-то русские, нам-то что до еврейской Пасхи? Мы переходим от Ветхого Завета, мы переходим к Новому Завету, к второй большой книге Библии. И вот в Новом Завете мы читаем о Спасителе Иисусе Христе. И 1 Коринфянам 5 глава 7 стих говорится, Пасха наша Христос заклан за нас. Оба! В Ветхом Завете это был ягненок закланный, в Новом Завете Христос заклан за нас. И так мы видим параллели и образы спасительной крови и жертвы этого ягненка во Христе Иисусе. Он смиренно пошел на крест и пролил свою кровь. И поэтому Пасха Ветхозаветная превращается в Пасху Новозаветную уже не только для израильского народа, но для всех, кто верует во Иисуса Христа. И для нас смерть вечная проходит мимо. Для нас смерть вечная проходит мимо благодаря Пасхе, которая есть Господь Иисус Христос. Вы знаете, я хочу сказать, что смертью ягненка вот этой жертвы, и обратите внимание, когда евреи ночью пекли и ели этого агнца, то они должны были быть одеты. Там не написано, съешьте и ложитесь спать. Там не написано, что ну ладно, встаньте в 6 утра, соберетесь, оденетесь. Нет. Написано с поспешностью и бодрствуйте. Вот почему весь христианский мир перед Пасхой бодрствует. Берет посты, берет молитвы, начинает молиться Господу, начинаются всеношные бдения. Почему? Потому что евреи эту ночь бодрствовали, они не спали, они были одеты, они были припоясаны, они были готовы для того, чтобы выйти в жизнь свободную и уже не быть рабами. Итак, когда смерть проходит мимо, то ты обретаешь свободу для жизни. И вот ангел смерти прошел мимо евреев, и они освободились от рабства. И сегодня Христом Иисусом смерть прошла мимо, и мы вышли для жизни вечной. Аллилуйя! Дорогие мои, Пасха наша Христос заклан за нас. Поздравьте друг друга еще. Поздравьте! Пасха наша Христос. Пасха наша Христос сегодня. Он отдал свою жизнь на Голговском кресте. Он пролил кровь. И больше жертв уже не надо. Он искупил нас. Знаете, что произошло на кресте? Все грехи человечества он искупил, он забрал на себя, а нас выкупил от смерти. Вы понимаете? И на третий день воскрес. Если бы он, хотя бы за один грех не было искупления, он бы не воскрес из мертвых. Хотя бы за один. Все грехи, в том-то и смысл, что все грехи он уничтожил на Голговском кресте. Все. И поэтому воскрес. В нем была жизнь, но жизнь не просто человека, а в нем была жизнь и сила божества, сила воскресения. Когда? Вы же знаете, да? Что он был распят. Когда? В какой день недели? В пятницу он был распят. И на третий день воскрес. На третий. И мы его называем светлое Христовое воскресенье. От слова воскресенье, от слова воскрес. Что это было воскресенье Иисуса Христа. Что же он делал там? Что же, где же он находился? Если его божественная природа, его божественная сущность, сущность Творца Вселенной куда-то погрузилась. Писание говорит, что он должен был освободить еще души, которые находятся в заточении. И им было проповедано в преисподней слово Господне. Мы во всех деталях не знаем всего точно, но мы знаем, что он прошел все категории. Он был на небе, прошел небо святое. Он пришел на землю, осветил землю. И он спустился в третью категорию. Он спустился в ад и там проповедовал. Он пронзил и прошел все уровни духовной жизни. Он прошел все с неба до преисподней. И везде он приносил спасительное слово. И пролил свою спасительную кровь за каждого из нас. Когда мы ходим в Боге, когда мы задумываемся о своем характере через слово, о своей жизни, мы понимаем, что без Христа нам не измениться. Без Христа невозможно измениться, потому что у нас нет силы для изменения. Мы можем последить за своим здоровьем. Можем. Мы можем изменить фигуру. Мы можем изменить что-то в нашем доме. Мы можем поменять бизнес, но мы не можем изменить нашу сущность без спасительной жертвы Иисуса Христа и дарованного нам Святого Духа. Фараон, он был сам в темнице своей гордости. Очень многие люди в темнице своего неверия, своих амбиций, своей гордости. Самый большой грех – это гордыня. Люди не спрашивают воли Божьей. А когда человек приходит к Богу, он начинает вопрошать, вдруг для него это становится важным. Он начинает думать о церкви. А что же такое церковь по своей природе? А что же такое вера христианская? А что же такое Христос распятый? Так оказывается, Христос умер, воскрес и потом сказал, вы теперь мои куплены, теперь я посылаю вас. Не для того, чтобы вы умерли и воскресли, а для того, чтобы вы рассказали о моей смерти и моем воскресении. Чтобы все, кто не знает, могли воскреснуть вместе со мной, сказал Иисус. Вы знаете, величина этого праздника, ее невозможно умолить никак. Даже если это все обольют грязью и ложью, то торжество Христа над силой тьмы, оно всегда будет сиять. У Иисуса, когда Он исполнял свое предназначение, лицо сияло. У Него просто, когда Он был на горе Фавор, на горе Преображения, лицо Его воссияло так, что люди даже смотреть не могли. Теперь, дорогие мои, когда мы с вами в Боге, мы начинаем задумываться о нашей жизни, задумываться о Творце, задумываться о Христе. И в какой-то момент Слово Божье нам говорит, воля моя для вас, благая, угодная и совершенная. И мы сразу начинаем думать, Господи, в чем Твоя воля для нас, такая добрая, такая совершенная. Как вы думаете, для чего умер Иисус Христос и забрал грехи и болезни на себя? Для кого Он умер? Для людей. Есть одна единственная воля Божья, и нет больше ничего другого. Он хочет спасти всех. Он хочет, чтобы сила воскресения коснулась каждого. Он хочет, чтобы у человечества не было сердца фараона, чтобы не надо было наказывать, но чтобы люди пришли ко Спасителю в смирении, ко Спасителю Иисусу Христу. Вчера я проповедовал в городе Шадринске, это Курганская область, и пастор той общины Сергей Грибанов вышел и просто сказал простую вещь. Он говорит, что люди думают, что благодать это где-то там, она где-то высоко, и надо к ней стремиться, заслуживать ее или еще что-то, где-то на высоких полках. Ничего подобного. Благодать Божья, она в самом низу. И когда человек, чем больше он смиряется и склоняется перед Христом, тем больше в его жизни благодати, тем больше он находит благодати. В смирении, иногда на коленях. Вы знаете, меня очень сильно коснулось, что накануне Пасхи Папа Римский в Ватикане там омыл ноги двенадцати заключенным мафиози. Двенадцати мафиози, вы знаете итальянскую мафию, много слышали про нее. И вот он двух, двенадцать узников взял и омыл им ноги. Мало того, что он помыл, еще и поцеловал им ноги. Когда я смотрю на это, я понимаю, что человек смиряется перед Христом, становится на колени, но благодать умножается и становится доступной. Чтобы Бог вознес нас, нам нужно смирение. Нам нужно склониться перед Христом Господним. Вот мы видим с вами образ Христа Господнего. Сегодня очень много спекуляций, манипуляций на имени Иисуса Христа. Но никто никогда не исказит текста Священного Писания, текста Библии, в котором очень все четко сказано. Вы знаете, что я еще хочу сказать? Я хочу сказать, что, прямо зацитировать вам. Воскресение Иисуса это доказательство того, что абсолютно все грехи, которые были возложены на Иисуса, оплачены полностью. Если бы нашелся какой-то очень тяжелый грех, который Иисус не смог бы оплатить, то именно этот грех удержал бы Иисуса в могиле. И воскресение никогда бы не случилось. Но этого не произошло. Это факт, который провозглашает то, что нет такого греха, который не может быть прощен и забыт Богом. И так, ты скажешь, я в жизни такое делал гадкое. Если ты искренне раскаешься и склонишься пред Богом, Бог прощает тебе твои грехи. Он прощает тебе даже самые гадкие твои мысли, даже самые скверные желания. Он прощает тебе, если мы склоняемся перед Богом. Вы знаете, это здорово. И о Евсянам 1 глава 13-14 стих. «В нем вы услышали слово истины, благовествование вашего спасения, и, уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела его в похвалу славы его». Вы знаете, смерть для любого человека – это вход в какие-то врата. Вы когда-нибудь задумывались? Вот человек умирает, душа его выходит. Его душа покидает тело. Человек входит, есть два типа врат, которые нам известны в Библии. Врата ада и врата рая. Врата ада и врата рая. Когда люди не знали Христа или не приняли Христа, им путь один – есть врата ада. Но когда человек принимает жертву Иисуса Христа, то происходит перевоплощение не только самого человека, но врата одни меняются на другие. Вы представляете? Одни врата меняются на другие. Нам не нужно идти в смерть вечную. Вы знаете, жизнь на земле очень короткая. Сегодня встрая посмотрел Евроньюз и опять произошел взрыв там, в Алеппо. Мы так привыкли. В один раз 40 человек погибло. Так вот раз погибло. У нас там в метро 10 человек, 11 погибло. Вся страна в трауре. А тут в Алеппо каждый день 40 человек, 50, 100. Люди гибнут. Люди просто гибнут. Люди умирают, люди погибают. И, конечно, это печально, это ужасно. И нам нужно подумать, что с нашей жизнью? Насколько она долгая? Я глубоко уверен и буду молиться, чтобы все жили долго. Живите долго и счастливо, пожалуйста. Да уйдут все ваши болезни. Мы сегодня об этом помолимся. Мы попросим Иисуса Христа, потому что написано, что Он взял на себя все наши немощи и понес наши болезни. Если это так, то мы сегодня это еще раз утвердим и попросим, чтобы это обетование пришло в наши жизни. Я верю, что сегодня время исцеления от рака. Я верю, что сегодня время исцеления от твоих заболеваний. Почему? Не от пастора, не от человеков, но от Духа Святого и крови Иисуса Христа и ран Его, которыми мы исцелились. Мы сегодня получаем это от Бога. И радость наша неизреченная. Вы знаете, все время хочется сказать, смерть не удержала Его. Смерть не удержала Иисуса. Смерть не удержала Иисуса. Я бы не хотел попасть в преисподнюю, даже на три минуты. Я бы не хотел увидеть всех тех существ, пламя ада. Я бы не хотел увидеть души, которые мучаются и ожидают дня суда. Я бы не хотел. Вы знаете, мы люди любопытные и для эксперимента. Но вот я бы посмотрел, а я бы нет. Я бы лучше на небе бы оказался. Вот лучше посмотреть небо, лучше прийти туда и набраться на всю жизнь оставшейся веры в то, что нас ожидает. Представьте себе, а пока гадательно, как сквозь тусклое стекло, мы можем говорить о каких-то вещах. Но впереди нас ожидает жизнь вечная. Боже мой, дорогие мои, мы все с вами вместе. Мы все с вами вместе, молодые. Кому есть 33 года, поднимите руку. Ну ты чего ведешь себя вызывающе? Кому есть 33 года? Есть тут? Встаньте, пожалуйста, мы на вас посмотрим. Встаньте, пожалуйста. Вот посмотрите на них, да, 33 год. Вот такие мы все будем по возрасту приблизительно. Около 30 лет. Мы будем иметь возраст Христа. Мы уподобимся Христу. И представьте себе, вот в таком полноценном, абсолютно здоровом состоянии мы будем на небе. И наши коклюш, свинка, ангинка, проблемы с печенью, давлением и всем остальным навеки вечные уйдут. Не будет инфарктов, инсультов и всего остального. Мы будем абсолютно исцелены. Мы будем абсолютно восстановлены как личности. И оставшаяся боль, с которой, возможно, мы придем на небо, в одну секунду оставит наше сердце, наши разумы. Мы навсегда будем в мире, но мы не будем бездействовать. Мы будем наслаждаться и мы будем совершать. Я не знаю, что Бог будет творить в будущем после библейской истории. Я думаю, появится новая книга, исходящая из его уст, которая будет будущее для всех спасенных. Как там будет, мы узнаем там. А пока мы находимся здесь, с чем я вас и поздравляю, дышите, радуйтесь, наслаждайтесь. У вас есть обетование, у вас есть поддержка, у вас есть славный заступник и ходатай Господь Иисус Христос. Вы все можете попросить у Бога, обо всем можете вопросить Его. В любое время вы можете иметь доступ к Его силе. В любое время вы можете верить в том, что Господь никогда не оставит вас. И любая затянувшаяся трудная жизненная ситуация, она все равно исправится. Если вы пойдете за Богом, то Бог гарантирует и говорит тебе о том, что я подниму тебя, я благословлю тебя в свое время. Я дал тебе будущность и надежду, и я вел тебя в чудный свой свет. Нет, аллилуйя! Разве это не радость? Разве это не торжество? Разве это не победа? Мы носители славы Божьей. Мы живем в Пасхе Господней. Давайте будем ее тоже проживать каждый день, с утра вставая, смотреть на мир с оптимизмом. Сегодня подошел, посмотрел в окно, дождь идет. Первая мысль такая, ну вот дождь на Пасху. Потом говорю, Господи, как прекрасно дождик льет. Как замечательно, что почва пропитается водой, земледелие у нас будет великолепное и прекрасное, что мы соберем хороший урожай, лето будет жаркое, теплое, и семена посеянные, они принесут вот эти озимые все, добрый плод и добрый урожай. Можно по-другому смотреть. Можно смотреть глазами Христа, говорить, ну что вы паритесь и заморачиваетесь. Я воскрес для вас, я умирал для вас, я пролил свою кровь для вас, я освободил вас. Живите моей свободой, живите моей победой. Слава Богу! Аллилуйя! Вы знаете, я хочу сказать вам, зачитать еще несколько мест из Священного Писания. Это Матфея, 28 глава, с 1 стиха. Давайте мы с вами посмотрим эти места из Писания. Матфея, 28, с 1 стиха. По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. Ну вот, Христос был распят, упросили, чтобы тело его сняли, отдали, умастили его и замотали, как на Востоке хоронят в пелены. Туго заматывают. И вот он лежал в этих пеленах. Но в Израиле, вы знаете, что очень тепло, очень жарко. И тело разлагается буквально в считанные дни, в считанные часы на такой жаре. И вот сделалось великое землетрясение, потому что ангел Господень, сошедший с неба, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Я представляю, подходишь в печали и ужасе, как гробу, камня нет, и там сидит светящийся мужик сверху. Так что взирать на него страшно. Давайте, вид его был, как молния. Представьте себе, как он светился. Молнию видели когда-нибудь? Как это ярко, да? И вот он так, представляете, подходишь, а вот такой свет от него исходит, и одежда бела, как снег. Дальше. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Я бы тоже, наверное, я почему не хочу ни в ад, никуда. Все в свое время. Не хочу насмотреться ужасей никаких. И с ангелом не знаю, хотел бы я встретиться или нет. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал, не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь. Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь. И пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых. И предваряет вас Галилея, там Его увидите. Вот я сказал вам. Самое великое, что произошло после воскресения Христа, это когда Он является учеником. Он является людям. Он многим являлся. Его не сразу узнали. Он изменился. Его тело прославилось. Он очень изменился. И не все сразу могли Его узнать. Но самое драгоценное, это слова Петр на откровении, что Иисус Христос, Сын Божий, ну это я смыслы передаю, я построю церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Это значит, а церковь это люди, Экклезия с греческого, люди, собранные вокруг имени Иисуса Христа, вокруг Его личности. Это значит, тебя и меня, врата ада, если мы будем вместе. Почему в церкви-то важно быть еще? Когда вместе, Экклезия, собрание. Бог не созидает не собрание. Он созидает собрание. Вот когда мы вместе, врата ада не одолеют такую церковь. Вы понимаете? Мы есть друг у друга. И мы держимся друг за друга. Мы молимся друг за друга. Скажите соседу, мы есть друг у друга. Цените это, дорогие, цените. Вы знаете, мы имеем в мире друзей и соработников хороших. Но я вам скажу одну простую вещь. Они могут помочь нам, поддержать нас в трудную минуту. Но они никогда не решат духовные наши проблемы. Но духовный брат, сестра, может молиться за наши духовные проблемы. И то, чего нет в этом мире, силы Святого Духа. А у верующих в Церкви Господней сила Святого Духа и есть. Она в нас. Она на нас. И Дух Святой продолжает совершать. Мы не изменим этот мир без любви Божьей и силы Святого Духа. Так вот, я хочу сказать вам и засвидетельствовать, что сила Святого Духа есть у нас. Это великое оружие. Оружие любви Божьей. Это великое орудие. И оно проявляется в дарах. Дьявол лжет тебе и говорит, ну вот, наверное, есть проповедники, вот пастор проповедник, вот есть кто сильно молится, там, молитвенники. Вот есть там какие-то еще люди. А я, наверное, просто прихожанин. У меня, наверное, ничего нет. Сатана лжет. Писание говорит, как только ты принял Иисуса Христа в жизнь свою. Дух Святой пришел в тебя, а в нем есть все. Дарование для тебя, обетование для тебя и сила для твоей жизни. Поэтому, когда тебе кто-то говорит, ты лжешь, что ты никчемный человек и что у тебя нет никаких дарований, то эти люди или кто-то, они лжецы. Потому что Господь даровал тебе в Духе Святом дары Божью и любовь свою. И твои дарования, они будут служить для Царствия Божьего. Потому что ты драгоценный в очах Господа. Ты драгоценный в очах Господа. Бог тебя ценит, Он тебя любит и Сам пострадал за тебя. Это уникально то, что мы не просто выкуплены, а мы еще и снаряжены, мы еще и наполнены. И мы можем идти по этой жизни, поражая неправильные вещи, разрушая их в своей жизни. Господь дает свободу. Пасха наша, Христос, заклан за нас. Свобода. Свобода от греха. Когда мы можем говорить, Иисус, прости меня, я больше не хочу так жить, буду менять мою жизнь. Бог дает для этого силу. Свобода от самих себя, от своего эгоизма, свобода от своей гордыни. Свобода. Бог дает нам внутреннюю свободу. Третье. Свобода от болезни. Вы верите в свободу от болезни? Вы верите в свободу от демонического воздействия? Я тут посмотрел целую передачу про экзорцизм. Экзорцизм – это практика изгнания бесов в различных христианских традициях. Изгнание из одержимых людей демонической силы. Вы знаете, это время уже наступило. Это было во времена апостолов, и это есть сегодня. Вы знаете, что Иисус хочет освободить всех. Он хочет спасти всех. И Иисус хочет исцелить всех. Он приготовил нам счастье в самом себе. Счастье – это любить Бога и любить ближнего. Счастье – это радоваться жизни. Счастье – это пребывать в мире. Счастье – это проснуться с утра и наслаждаться жизнью в любом возрасте. Сегодня я посмотрел передачу о том, что умерла одна женщина, самая пожилая жительница нашей планеты, в возрасте 117 лет. И я посмотрел и думаю, человек прожил 117 лет. Кто нам с вами мешает? Кто нам с вами мешает прожить 120 лет? Давайте будем идти за Христом. Давайте будем доверять Богу. Голова сразу – ой, с моими болячками, с моими этими. А разве Христос не забрал их на крест? Разве ты не веришь в эти вещи? Разве вера твоя не укрепляется тем, ну вот я хожу в церковь, все равно не получил исцеление. Доверяй Богу, и твой час придет. Доверяй Богу, но ведь искренней верою, только мы можем, искренней верою и любовью к Господу Иисусу Христу, это будет одно прикосновение. Одно прикосновение. Женщина с кровотечением, которая много лет страдала кровотечением, и она подумала только, представляете, она не была такая знающая, как ты, она только подумала, если я только прикоснусь к Иисусу, то получу исцеление. И она пробралась чудом через толпу, его охраняли, и она коснулась края его, одежда написана, и тотчас была исцелена. А Христос встал и сказал, кто-то прикоснулся ко мне, из меня вышла сила. Что я хочу вам сказать? Из него до сих пор выходит сила. Из него до сих пор эта сила выходит к тебе и ко мне, и ко всему человечеству. И сегодня, по сей день. И тогда он говорит, дерзай, черь, вера твоя спасла тебя. Дорогие мои, наша вера будет спасать нас от наших болячек, от наших заболеваний. И сегодня ко мне зашла Людмила Ивановна с утра, и мы начали разговаривать, она мне говорит, терпение нам нужно. Терпение, да, Людмила Ивановна? Терпение нам. А терпение будет иметь совершенное действие. Дорогие мои, терпение. Я хочу уверить вас, у вас есть исцеление для вас. У вас есть выход из ваших ситуаций. Давайте по-новому доверять Богу. Понимаете, проблема в том, что мы перестаем доверять Богу. Давайте полагаться на Него, доверяя Богу. Доверя Богу. Почему? Потому что Он умер и воскрес. Как не доверять тому, кто умер и воскрес? Я Ему доверяю. Если Он победил смерть и воскрес, вы знаете, сегодня все больше и больше врачей, врачей в больницах и клиниках говорят о Боге. Врачи. Они на смерти уже насмотрелись, и они видели, что чудеса существуют. Они видели, что люди исцеляются от рака в одну секунду. Вчера был рак, потом человек, ночью что-то произошло, Бог его коснулся, и с утра врачи говорят, опухоль куда-то ушла, человек умирал. И что людям остается думать, во что верить? Они начинают доверять Иисусу Христу. Я как-то сдавал анализы, я вам рассказывал, кровь сдавал. И молодой человек, и мы заговорили о Боге, он говорит, я так верю во Христа Иисуса, я так верю, и я хочу нести добро всем людям. У него не было вкепсиса по поводу нашей медицины, у него был оптимизм. И я думаю, Господи, слава Тебе, если даже к тем людям, которые могут лечить каким-то образом наши тела, к ним приходит понимание, что Иисус Целитель, это самое замечательное. Аллилуйя. Слава Богу за наших врачей, правда? Я хочу сказать, в Тюмени далеко не самая худшая медицина. И я хочу сказать, в Тюмени, слава Богу, отличные больницы. Слава Богу, хорошее обслуживание. Слава Богу за санитарок, которые трудятся, моют полы, убирают за нами, за утки убирают, носят и так далее. Слава Богу. И я хочу сказать, Бог да благословит Тюмень. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Богу. Бог да благословит Тюмень. Господь да благословит Тюмень. Но нам желательно до уток не доходить. Лучше синиться в руке, чем утка под кроватью. Поверьте мне, нам лучше до утки не доходить. Никогда не доходить. Почему? Потому что Иисус наш целитель. Аллилуйя. Нам не надо лежать на больничных койках. Нам нужно доверять Господу Иисусу Христу. Нам не нужно быть в больницах. Слава Богу за наших врачей. Но пусть у них будет меньше работы во имя Иисуса. Пусть они приобретут другие профессии, а люди будут исцелены силою Святого Духа. Да будет благословенно имя Господне. Да будет изобиловать сила Божья. Да будет приходить спасение и освобождение. Рома, пожалуйста, 1 Коринфянам, 15 глава, 52 стих. Вы знаете, когда я размышляю над силой воскресения, я думаю, мертвое тело лежало, оно уже разложилось на третий день в Израиле, оно уже разложилось. И вдруг некая сила пришла, что взяла вот эти тленные уже остатки, она ее соединяет, дыхает жизнь, они все исцеляются и тело преобразуется. Удивительная сила воскресения. Вдруг мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Следующий стих. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетлении и смертному сему облечься в бессмертии. Это что произошло с телом Иисуса Христа. Вы понимаете? Это произошло. тленное облеклось в нетленное. Это нас ожидает тоже. Если Христос придет сегодня, с нами произойдет то же самое, что произошло с Его телом. Когда же тленное сие облечется в тлении и смертное сие облечется в бессмертии, тогда сбудется слово написанное поглощена смерть победой. Смерть где твое жало? Ад где твоя победа? Ура, товарищи! Фантастика! Фантастика! Это просто фантастика! О, если бы Господь открыл наши глаза! О, если бы Господь дал бы нам увидеть духовный мир! О, если бы мы только могли увидеть небеса и увидеть, что сделал для нас Иисус Христос, то мы на Пасху не просто бы сидели, мы бы сейчас скакали, прыгали и радовали, стояли на ушах, от чего нас искупил Иисус и куда нас привел Иисус. Итак, у нас с вами ключи от райских врат. У нас есть ключи, и мы туда войдем. Иисус даровал нам ключи, и мы туда войдем. Для нас запертые ключи в смерть, и для нас есть ключи от жизни вечной. Пасха наша Христос распят за нас. Еще раз, Пасха наша Христос распят за нас. Аллилуйя. Праздник, сегодня праздник. Сегодня праздник воскресения Иисуса Христа. Смерть не удержала Его. Смерть не удержала Его. Я представляю, какие мы красивые и радостные будем на небесах. Я представляю, какие мы, и как кошмарный сон будет наша жизнь на земле. Но пока мы здесь, мы должны сказку сделать явью. Понимаете, вот я просто очень-очень рад, и я просто предвкушаю. Я думаю, Господь, вот сегодня, правда, смерть нам не страшна. Уйдя с этой земли, мы прямиком идем на небо. Для нас Иисус затворил адские врата. За семью печатями мы туда не попадаем, но мы попадаем на небеса. И давайте серьезно подумаем о нашей жизни. Давайте в этот день очень серьезно подумаем. Праздник веселый, но в нем есть очень серьезное основание. Серьезное основание перед лицом ада и смерти. Мы имеем жизнь вечную, и с ним наслаждаемся, и с ним благость и великая радость. Я вас всех очень сильно благословляю. Давайте, дорогие мои, мы с вами сейчас встанем. Давайте встанем, еще раз поздравим друг друга. Еще раз поздравим с праздником светлого Христового воскресения. Пасха наша Христос распят за нас. Аллилуйя. Итак, дорогие мои, я сейчас хочу обратиться к тем людям, которые на нашем служении первый раз вы наши гости. И как священник, как пастор церкви, я хочу, чтобы мы все вместе с вами повторили очень важную молитву. Эта молитва означает обращение ко Христу. Я приглашаю вас помолиться, потому что у нас у всех с вами есть замечательный шанс быть в Царстве Небесном. Давайте вместе помолимся. Отец Небесный, я верую, что Иисус Христос, Сын Бога Живого, пришел на землю, проповедовал Слово, исцелял людей, воскрешал мертвых. Иисус, Ты мой Господь, прости меня за все мои грехи, будь моим Богом и Спасителем, за все благодарю Тебя и славлю во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Слава Богу. Дорогие наши гости, если вас кто-то пригласил на наш замечательный праздник, праздник. Редактор субтитров Малипси